Этот вид я считаю самым красивым видом в своей коллекции. Произрастает этот вид в Новой Гвинеи и Бугенвиль. Произрастает на деревьях в болотистых низменных лесах, а также на плантациях кокосовых деревьев на высоте до 1100 метров над уровнем моря. На больших высотах орхидея селится на поверхности грунта в торфе. Этот вид может переносить полное солнце и высокие температуры на низких высотах, но лучше себя чувствует в более прохладных и тенистых лесах на больших высотах. Температурный диапазон зафиксирован в пределах от плюс 10 до плюс 37 градусов с влажностью до 80 процентов круглый год. Этот вид я выращиваю с детки, но это у меня еще совсем молодое растение. Выращиваю его намного влажно, но бывает, что я его пересушиваю и при первой же пересушке он покрывается паутинным клещом. Стоит только опять соблюдать постоянную влажность, этот клещ исчезает. Как я сказала, что это у меня молодое растение. Было приобретено совсем маленьким. Вырастает оно до хороших, впечатлительных размеров. Бульбы длиной от 30 до 122 сантиметров. Цветонос длиной от 20 до 40 сантиметров, несущий от 5 до 20 цветков в диаметре 7-8 сантиметров. Конечно, цветы я еще не видела. До бульб таких размеров у меня еще очень далеко. Висит он у меня на солнышке. Как вы видите, бульбы загорелые. Чувствует он себя на прямом солнышке хорошо. Листики не сгоревшие. Единственная, да, единственная моя проблема, то что я его иногда пересушиваю. Сидит он у меня в глиняном горшочке. Я не стала его садить ни в пластмассовый, ни в какой-то еще, так как я не знала, какой за ним уход. В интернете написано одно, но все равно ты ищешь свой подход и находишь между советами интернета и между своим мнением золотую середину. И так как я до сих пор к нему не нашла полный подход. Он у меня сидит в таком глиняном горшочке, так как в таком горшочке ты не зальешь. Ну, конечно, надо соблюдать, чтобы он сильно не просыхал. Он тому тянет деточку, наращивает деточку. И так как он быстро просыхает в этом горшке, я его посадила вот в этот кокосовое кашпо. Это кашпо очень плотное, если в него налить воду, так она не просачивается. И орхидея себя стала чувствовать намного лучше. Думаю, что когда он вырастет с этого горшка, думаю, что к тому времени я наберусь опыта выращивания этой орхидеи и пересажу его в более подлежащий ему горшок. Думаю, ждать мне еще этого очень долго, так как в год он наращивает только по одной бульбе. До цветения мне еще, скорее всего, далеко. Буду это этим временем, буду все это время любоваться его бульбами. Вид у него тоже необычный, красивый. И вот такой интересный вид у меня тоже находится в коллекции. Татиндробиум синили, произрастающий в Майами, Таиланде, на высоте от 50 до 1200 метров над уровнем моря. Температурный режим содержания зафиксирован от минус 3 до плюс 37 с влажностью до 80% с конца весны до осени и 60% зимой. Псевдобульбы вырастают от 5 до 15 сантиметров, как вы видите, густо покрытые длинными, мягкими волосками, которые держатся на растении в течение многих лет. Цветонос несет от 1 до 7 восковых крупных относительно размеров растения цветков диаметром от 4 до 6 сантиметров. Цветки желтой окраски издают лимонный запах и держатся до 4 недель. Вот такой волосатый, необычный вид у меня появился совсем недавно, с год назад. Пришел он ко мне вот с этой бульбы и с маленьким ростиком. Ростик этот вырос и вырос совсем небольшим. Вот он этот ростик и следом он выдал у меня уже по нарастающей вот такую бульбочку, которая хотела просвести у меня в этом году, но что-то ей не понравилось. Думаю, что со светом проблем нету, так как он висит у меня на открытом солнце без притенения. Думаю, все-таки из-за моих длительных просушек. Вот нарастил он вторую бульбочку и следом он наращивает новый ростик. Надо как-то приподнять, чтобы ростик не загнил. Для меня это нелегкий вид, я думаю, что к нему нужно найти тоже свой подход, свою золотую середину, чтобы он хорошо чувствовал. Я не знаю, по какой причине он у меня засушил цветоносики, но если он выдал цветоносы, я думаю, что в следующий год он у меня порадует цветочками. Посадила я его мне в горшочек, посадила его на блок, так как я не была знакома с этим видом. И когда у меня подбираются сомнения, как же его выращивать. И поэтому он у меня был помещен на такой блок. Такой посадкой я его приблизила ближе к его естественной среде. Ну вот, осталось мне еще к нему чуть привыкнуть его понять. И думаю, что мы с ним найдем общий язык. Так как видите, бульбы идут по нарастающей. Это очень хорошо. Думаю, что все будет нормально. Ну а эти красавицы, я думаю, что всем знакомы. Это дендробиум кинга. Я уже вам их показывала, когда они у меня стояли в цвету. Орхидея названа в честь Филиппа Паркера Кинга, британского адмирала, исследователя побережья Австралии. Произрастает этот вид в Восточной Австралии во влажных, продуваемых ветром лесах и на освещенных солнцем участках, хотя иногда растет и в легкой тени. На высоте до 1002 метров над уровнем моря. На скалистых склонах, в расщелинах, заполненном листовым перегноем. Температурный режим зафиксирован в диапазоне от минус 4 до плюс 38 градусов. И составляющей влажностью до 65% на протяжении всего года. Вот такая холодная австралийская красавица. Мне очень нравится эта орхидея, мне нравится этот вид, мне нравится ее запах. Содержу я ее очень долго, но постоянно мучаюсь с его поливом. У меня не получается ее почему-то просушивать. И из-за этого я с этим видом постоянно мучаюсь вот с таким грибком. Не знаю, вроде бы я стараюсь, знаю, что надо просушивать, но почему-то у меня не получается. Вроде и подход нашла, но все-таки вот по привычке, что гидробиумы не любят пересушки. Вот как у меня вложилось в голове, так я их и содержу. Хотя до этого вид я поливала всего раз в месяц. Зимой у меня полив происходил раз в два месяца и орхидея не болела. Хотя сидела и в таком керамическом горшке. Сидела очень долгие годы. Надо мне к ней, конечно, быть чуть поосторожней. Содержу я ее на открытом солнышке. Зимой, конечно, я этого ей предоставить не могу, но летом она у меня живет на улице. У меня висят корзины за балконом. Я живу на одиннадцатом этаже. И все лето они проводят в этих корзинах. Размер этой орхидеи не крупный, но и не маленький. Это средний размерчик, это можно сказать поменьше. Бульбы у нее от 5 до 55 сантиметров. Цветонос от 13 до 18 сантиметров. На каждом цветоносе распускается до 15 цветов в диаметре полтора сантиметра. С очень сильным приятным ароматом. И цветет она до месяца. У каждого вида орхидеи цветоносики я не срезаю. Они у меня находятся долго до вот такого полностью засушенного состояния. Я считаю, что срезать и вмешиваться в процесс орхидеи, это пагубно губит ее развитие. При увядании цветоносов питает эту жидкость. И когда она вот так вот ее высушивает, тогда можно ее обрезать. И еще вот такой вот вид у меня на воспитание по своим условиям содержания, по структуре псевдобульб и размаху цветоноса. Он очень похож на диндробиома Кинга. Только этот вид, он очень огромен. У него очень толстые псевдобульбы, восковые листья. Это очень вариабельная орхидея, так как может расти везде. От тропических лесов Австралии до скальных склонов, образуя плотные заросли на палящем солнце. Орхидея выдерживает все экстремальные температуры при условии защиты от морозов и некоторых затенений от солнца. Температурный режим зафиксирован от 0 до плюс 40 градусов. Этот вид выдерживает полное солнце с легким затенением. Действует правило для этого вида. Количество полученного солнечного света влияет на количество цветков на соцветии. Чем больше, тем лучше. Это точно по своим наблюдениям. Если его выращивать на открытом солнце, то можно увидеть несколько цветоносов. И цветоносы будут очень обильные. Все лето он у меня находится на открытом воздухе при палящем солнце. Это можно заметить по цвету псевдобульб. Видите, они у меня загорелые. Но в том году у меня с ним приключился такой неприятный случай. У нас подул тайфуновый ветер. И он у меня слетел с 11 этажа вниз. И при этом мы покалечились. Побиты листики. Видите, это хорошо, что он упал туда, где не ходят люди, где нет тропинок. Он упал под балконы. И вот такое вот повреждение у меня произошло. Конечно, из-за этого стресса он меня в этом году не процвел. Также в том году у нас было сильно палящее солнце какое-то время. И он не выдержал такой нагрузки. И, видите, подгорел чуть-чуть. Это такое произошло первый раз. Всегда он у меня проводит лето на открытом солнышке. Но в том году была аномальная температура, аномальное солнце. И вот так вот он меня это все перенес. Конечно, после падения он мне переехал в другой горшок. Конечно, горшком чуть больше. До этого был горшок пластмассовый. Тут я решила посадить его в керамику, но там глина внутри. Видите, он хорошо адаптировался. Перевернуть. Вот нарастил новый ростик. Вот еще один ростик. И с той стороны, с той стороны, есть тоже новый рост. Ростик с чехлом. Но чехол этот не процветет. Конечно, ему надо дозировка открытого солнца. Я не знаю, куда мне выставлять его в этом году. На какое палящее солнце. Потому что горшок по размеру у меня очень огромный. Очень тяжелый. Я не представляю, что с ним, конечно, делать. Где искать солнышко. Что-нибудь придумаю. Цветение у него очень огромное. Очень красивое, обильное. С обычным запахом дендробиума. У них почти у всех одинаковый запах. Сладкий запах. То он с нотками лимона. То с нотками роз. Цветоносы очень огромные. До 50-60 сантиметров. Несут очень большое количество цветов. И цветок размером где-то с 5 сантиметров. От 3 до 5 сантиметров. Цветы расцветом слоновой кости. Вот такой большой гигант. Толстенький гигант у меня. Находится в коллекции. Если, конечно, у вас есть подход к кингам. То вы легко найдете подход и к этому виду. Ну, конечно, в домашних условиях. Он занимает очень много места. Его, конечно, лучше содержать. У кого в теплицах. Или у кого такие огромные балконы, как у меня. И вот на этом прекрасном виде я буду заканчивать свою коллекцию. Этого вида у меня 4 разновидности. Это динробиум набили. Родина этого вида Юго-Восточная Азия. Где он произрастает на высоте от 200 до 2000 метров над уровнем моря. С температурным режимом от 1 до плюс 38 градусов. И влажностью от 50 процентов марте и до 80 процентов летом. Бульбы длиной вырастают до 90 сантиметров. И цветки в диаметре от 6 до 10 сантиметров. Но это, скорее всего, описание видового набили. Эти набили у меня все гибридные. Они у меня живут уже некоторые больше 10 лет. Некоторые тоже очень давно. Новичков у меня нету. Содержу я его обычно, как и все орхидеи. Обычно, как и все виды динробиума находятся. Они у меня зима плюс 10. Летом плюс 40. На холодном балконе. С хорошим перепадом температуры. С высокой влажностью. Зимой у меня очень высокая влажность. Летом я ее поддерживаю. И находятся они у меня в полутени. Этот вид орхидеи он не любит яркое солнышко. Где-то на листочке я буквально сегодня заметила ожог. Видимо, своей раскидостью листьев он попал на солнечную территорию. Вот он у меня ожог. Без яркого солнышка. Выращивая в полутени он прекрасно цветет. Буквально раскрылся у меня вчера цветонос. Сейчас я покажу вам попозже, поближе. Вот полные ветки бутонов. Здесь по три цветоносика. Видимо, я сбила один цветонос. Где-то я видела даже по четыре. У этого вида у всех один запах. Запах с нотками роз. При полном распуске этих видов у меня стоит очень приятный нежный аромат по всей квартире. Сейчас я отдельно покажу вкратце и свои набили. Вот у него большие бутоны. Вид у меня находится более пяти лет. Фотографию я вставлю. Это очень известный вид оранжевого оттенка. Но, покупая оранжевый в этом горшке, у меня попался еще другой вид набили. Я уже не помню какой расцветки. Помню, что один у меня... Я даже не помню. Фэнтези. Фэнтези. Как он под вид-то называется. Вот это подаренный мне вид набили. Это скальный вид, как мне объяснила хозяйка. Он у меня долгое время не цвел, долгое время приживался, наращивал бульбы. И цветет он у меня буквально второй год. Сейчас я вам покажу. Вот такой размах этого растения. Когда он мне выдал размер вот таких бульб, как видите. Вот с той бульбы он у меня процвел. Было всего два-три цветоносика. В этом году он дал более обильное цветение. И вот еще не доросший новый ростик. Кстати, он тоже может процвести. Тут же он цветет, тут же он гонит. Новые росты. Запах около него очень приятный. Нежный, нежный, нежный запах роз. Цвет у него еще более такой кремовый, так как он раскрылся только вчера. С такой бархатной губой. Подарен он мне был тоже больше пяти лет назад. Очень огромный вид. И вот это из самых моих старичков. Я не знаю, как показать, он очень раскидистый. Самая длинная бульба у него до 60 сантиметров. Цветет он у меня. Сейчас все циточки переломаю. Цветет он у меня почти каждый год. Он тоже. Последствия ожога. Как вы видите, на старой бульбе он выдал новые цветоносы. Цветет со старых бульб. Это мой растение больше десяти лет, как он живет со мной. Цветы у него очень огромные. Цветы, по-моему, даже больше вот этого размера. Чем он мне и нравится. Я потом, конечно, вам сделаю отдельное видео и покажу полностью распуск этих всех набилий. Это будет очень красиво. Веточки я не собираю. Не собираю их вот так вот аккуратненько. Мне очень нравится. Вот такое их расположение. Расположение такое, как они находятся в природе. И вот еще один мой красавчик. У него очень красивые цветы бордового цвета. Тоже очень раскидистый. Вот этот вид мне ее подарили. Подарили ее с детки. С небольшой детки. На детке было буквально два-три цветочка. Она у меня тоже не цвела какое-то время, но буквально года два-три. По-моему, второй год она у меня зацветает. Как вы видите, цветение еще не такое обильное. Вот один. Вот здесь небольшой детки. Два цветочка. И там и здесь три. Что он так встал на цветочка и оперся. Видите, потихоньку он разрастается. Очень красивая расцветка этого вида. Вот такие лошадки на Билли находятся у меня в коллекции. На этом я буду с вами прощаться. Я вам рассказала и показала всю свою коллекцию динробиумов. Конечно, я сделаю попозже видео, когда мне распустится на Билли. И те виды, которые сейчас у меня стоят в бутонах, я, конечно, вам покажу. Всю красоту динробиумов. Спасибо большое, что были со мной. Что смотрели все мои три части. Спасибо большое. До свидания.